Анна, как и множество жителей нашего города, является счастливым обладателем автомобиля. Но во избежание проблем водителю надо знать не только правила дорожного движения, но и законодательства. Чтобы задать волнующие вопросы и избежать лишних проблем, девушка пришла в налоговый орган Московского района. У меня в собственности есть автомобиль. Подскажите, пожалуйста, до какого числа я должна платить транспортный налог и как можно узнать о его сумме? Плательщикам, физическим лицам ежегодно до 1 сентября будет вручаться извещение с указанной суммой естественного транспортного налога за истекший год. Уплатить налог надо будет не позднее 15 ноября года следующего за истекшим календарного года. То есть транспортный налог за 2021 год физическими лицами будет уплачиваться до 15 ноября 2022 года. Особое внимание. В случае, если физические лица в отношении транспортного средства не получили на 1 января 2021 года разрешение на допуск к участию в дорожном движении, то такие плательщики обязаны будут уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платеж в размере одной базовой величины за такое транспортное средство. В отношении прицепа, прицепа дачи мотоцикла авансовый платеж составляет 20 рублей. Доплату же такого налога за 2021 год по этим транспортным средствам нужно будет произвести не позднее 15 ноября 2022 года. С началом года на многих станциях техобслуживания наблюдались большие очереди. Пройти технический осмотр и получить разрешение на допуск к участию в дорожном движении теперь можно автономно от суммы дорожного сбора. Эту меру одобрили многие автолюбители. Вместе с тем, с изменениями в законодательстве возникли и новые вопросы. Я оплатила госпошлину и разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении действует у меня до октября 2021 года. Как в этом случае я должна оплачивать транспортный налог? В данном случае государственная пошлина оплачена и получена разрешение на допуск транспортного средства к дорожному движению до 1 января 2021 года. Следовательно, вы освобождаетесь от уплаты транспортного налога на период действия данного разрешения, то есть по октябрь 2021 года. Значит, что на оставшиеся месяцы, на которые не действует данное разрешение, это ноябрь и декабрь, вы обязаны будете уплатить транспортный налог пропорционально количеству месяцев, на которые уже не действует данное разрешение. Уплата будет производиться до 15 ноября 2022 года. Следовательно, авансовый платеж, который производится в 2021 году, платить вам не нужно. В отдельных случаях налоговое законодательство предусматривает послабление для различных категорий граждан. Распространяются ли льготы на транспортное налогообложение и в каких случаях для многих автовладельцев это важное обстоятельство, которое нельзя упустить. Я прочитала в интернете, что пенсионерам положено снижение ставки транспортного налога в размере 50%. Отец у меня военный пенсионер по выслуге лет. Будет ли у него такая льгота? Снижение ставки транспортного налога в размере 50% в отношении транспортных средств, зарегистрированных за лицами, достигших общеустановленного пенсионного возраста, а также лиц, имеющих право на пенсию, со снижением общеустановленного пенсионного возраста при наличии действительного водительского удостоверения в соответствующей категории. В вашем же случае в пенсионном удостоверении вашего отца нет записи о том, что он является пенсионером по возрасту. Следовательно, и снижение ставки в данном случае не предусмотрено. Конечно, знать все нюансы налогообложения, не используя эти данные в повседневной жизни, достаточно сложно. Однако, если ситуация или спорный вопрос все же возникает, лучше обратиться в налоговые органы по месту жительства, где компетентный специалист даст четкий и аргументированный ответ. Продолжение следует...